Здесь была гора мусора. Вот этот весь мусор собрали вот в эти мешки. Вместо гантели спортзали тягают мусорные мешки во дворе. Уже несколько лет жильцы многоквартирного дома с Антона Петрова 108 вынуждены прибираться за соседями, которые пользуются их баком. А он, как говорится, не резиновый. Еще три дома. 110, 110 и 108. Получается четыре дома. А контейнер 0,8. Нам куда деваться-то? У других домов, получается, нет мусорных контейнеров? У других домов есть мусорные контейнеры, но жители домов, им удобно сюда носить, а не сюда носить. Девушка тут шла. Мы говорим, девушка, у вас своя там мусорка. Мы за свою платим, вы за свою. Нет, она мне некогда. Бросила прямо на пол. Все идут и все нам на пол бросают посреди двора. У нас контейнер переполненный. Они видят, что они все равно на пол ложат целый город и идут. Не донесли до места. Силы не хватило. О злополучном мусорном контейнере, который атаковали все, кому не лень, рассказывали в конце прошлого года в рамках коммунального патруля. Что тогда, что сейчас, жильцы требуют перенести бак в более подходящее место. Например, туда, где находятся другие контейнеры. Представитель управляющей компании пояснил, что процедура переноса мусорного бака не быстрая. Нужно провести собрание собственников. Должен быть инициатор собрания из собственников. Должна быть счетная комиссия, кому они доверяют. Кто будет вести подсчет голосов. А проголосовать нужно большинством голосов или стопроцентно? Совершенно верно. Нет. 61%. В ближайших планах у жителей провести собрание собственников, проголосовать и направить документ в администрацию. Если большинство проголосует за перенос, то власти дадут добро. Пока же людям приходится лишь надеяться на успех и черпать вдохновение где угодно, только не у себя во дворе. Все в окошко свое, представьте, выглядываю и вижу вот эту помойку перед глазами каждый день. Меня уже трясет от этой помойки. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.